У ребенка высокая температура, насморк и каши. Утром была однократная рвота. А кроме того, одутловатость, боязнь света, конъюнктивит и сыпь по всему телу – это корь. В начале января сообщалось, что инфекция бушует в Европе, на Украине и в Грузии. Теперь в списке и Россия. Хотя в региональном управлении Роспотребнадзора успокаивают, в крае пока не болеют. В Алтайском крае у нас в прошлом году, в 2018 году, было зарегистрировано официально 8 случаев. Это был завозной, первично это был завозной случай. Заболел маленький ребенок, приехали с отдыха из зарубежных стран. Действительно, все случаи заражения так или иначе связаны с гостями или вернувшимися с каникул жителями края. Часто туроператоры предупреждают, перед поездкой за рубеж лучше подстраховаться. Наличие двух прививок, как правило, гарантирует отсутствие заболевания, если человек будет контактировать в очаге с заболеванием кори. Пока, говорят врачи, прививка – единственный способ оберечь себя и своего ребенка от кори. Для этого важно соблюдать календарь иммунизации. Дети прививаются двухкратно. Первую прививку они получают в год, вторую прививку, ревакцинацию, они получают в 6 лет. И в дальнейшем, если есть еще такие взрослые, которые не привиты, если ребенок по каким-то причинам не попал в эти возрасты в 1,6, он может привиться до 18 лет. Если же вы не помните, ставили ли вы прививку в детстве, вакцину можно ввести уже во взрослом возрасте, предварительно обратившись к участковому терапевту. Себе вы ставите или детям нужно убедиться, что противопоказаний нет. Андрей Дреер, Наши новости. Продолжение следует...